Привет, друзья! Редиская эксклюзив. Первое о главном. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки и комментируйте наше видео. Мы начинаем. Вчера в кремлевских элитах был большой переполох. Президент России дал распоряжение первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко провести в кратчайшие сроки референдумы о присоединении к России на всех оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и дал отмашку Государственной Думе и Совету Федерации на введение в уголовный кодекс РФ таких понятий, как мобилизация, военное положение и военное время. После чего Путин в присутствии нескольких человек сказал, что обратился с посланием к народу. Более того, президент недвусмысленно сказал об участии в обращении к народу. Министра обороны Сергея Шойгу рассказывает телеграм-канал «Генерал СВР», известный своими инсайдами. Как только распоряжения президента начали воплощаться в жизнь, многочисленная кремлевская публика, которую никто заранее ни о чем не информирует, пришла в замешательство. Сначала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиулина, а затем еще два человека из правительства России обратились к президенту с просьбой об отставке. К тому времени, как Путин отправился писать текст послания, предупредив Шойгу о том, что для него уже готова речь о поддержке решения президента о введении военного положения в нескольких субъектов РФ, частичной мобилизации и обеспечительных мерах ее проведения, Путину доложили о волнениях в элитах и тихой панике у большей части эстеблишмента. Силовые элиты также без энтузиазма встретили решение президента, о чем, собственно, Путину и сообщил Николай Патрушев. Запершись писать текст обращения, Путин задержался ко времени начала записи. Когда президент вышел и началась подготовка к съемке, он начал часто кашлять. Несколько попыток начать запись обращения срывалось из-за кашля. После четвертой неудачной попытки записать обращение, к президенту вызвали медиков, которым Путин пожаловался еще на боли в груди. Медики посоветовали перенести съемки и удалились с ним для осмотра, что и было сделано. Есть мнение людей из близнего круга президента, что Путин симулировал проблему со здоровьем для того, чтобы перенести съемки и еще раз обдумать принятие решений. Люди, близкие к президенту, узнают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых. Съемки состоялись позже, теперь главное не передумать с трансляцией. Да, и всем, кто обратился к президенту с просьбой об отставке, Путин передал, что примет решение после личного общения. В свою очередь, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Гурбач отмечает, что главной целью этих референдумов, провозгласивших оккупантскими марионетками, является мобилизация дополнительной поддержки внутри самой России. В реальности референдумов не будет, они невозможны под обстрелами ракет и артиллерии, никто же не будет останавливать ради этого боевые действия. Зато будет создана виртуальная реальность в информационном пространстве РФ, как дополнительная мотивация для стимулирования мобилизации самих россиян. Политическое объяснение для простаков, что именно изменилось и почему им теперь надо идти на фронт. Поскольку оккупированные территории они хотят включить в состав РФ, то продолжение боевых действий в виртуальном мире российской пропаганды будет уже войной на собственной территории, а не специальной военной операции за рубежом. Чего доброго еще и отечественную войну провозгласят. Однако организационные способности РФ не так уже велики, чтобы их бояться. Кроме значительного количества людей для мобилизации, нужны еще и инфраструктура и офицерские кадры для обучения в достаточном количестве, а также оружие и техника обмундирования, причем зимние. Поэтому немедленного эффекта на фронте это не даст. Разве что из-за введения уголовной ответственности за уклонение и отказ удастся быстро собрать по военным частям тех, кто написал аэропорта о нежелании ехать в Украину. Таких наберется где-то 30 тысяч или не намного больше. Ими за 2-3 недели могут заполнить линию обороны. Для нового наступления этого точно не хватит, а 200-300 тысяч мобилизованных смогут бросить на фронты не ранее нового года. Да и то не всех одновременно, а по мере подготовки. Стратегически это тоже ничего не изменит. Для Украины, а для РФ может иметь катастрофические последствия. От провала мобилизации, как процесса, до гражданских войн на ее территории или вплоть до вооруженного бунта, бессмысленного и беспощадного, как и вся русская жизнь. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на наш новый телеграм-канал. Ссылки в описании.